Доброе утро! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». С вами Руслан Жубкаев. Глава Грачева Черкесии Рашид Темрезов провел рабочее совещание с членами правительства республики. Обсуждали стартовые задачи по реализации национальных проектов на этот год. В ближайшее время министерство предоставит подробные дорожные карты по достижению плановых показателей. Глава региона подчеркнул, что в приоритете остается своевременное исполнение всех социальных обязательств и работа с обращениями граждан. На совещании был также рассмотрен план мероприятий по проведению года медицины. Указом главы Рашида Темрезова, министр строительства и ЖКХ Грачева Черкесии Евгений Гордиенко назначен вице-премьером правительства. Одновременно он остается и министром строительства и ЖКХ республики Евгений Гордиенко давно работает в команде. Команде правительства досконально знает проблемы, связанные со строительством, жилищно-коммунальным хозяйством. Часто выезжает на места и встречается с людьми. Считаю, что его многолетний опыт работы в отрасли и стремление вникать в суть вопроса – отличные качества для вице-премьера. Совмещение должности вице-премьера и министра строительства и ЖКХ позволит ему более комплексно подходить как к развитию отрасли, в целом отметил Рашид Темрезов. Накануне в Черкесске прошел первый концерт мастеров оперного и эстрадно-джазового направления. В течение нескольких дней гости из Москвы встречались с нашими вокалистами, давали мастер-классы. В республике планируется провести еще немало культурных мероприятий. О том, какая работа ведется, рассказал министр культуры Карачаева Черкесии Зурапа Гербов. С ним встретилась шерифат Лепшокова. Прошедший год был для всего мира непростым. Мы столкнулись с таким явлением, как пандемия и ее последствиями. Но сейчас мы с вами находимся в прекрасном музее. В прошлом году здесь, несмотря на сложившиеся обстоятельства, была проведена огромная работа. Как вы, ваше министерство, вот в столь непростое время реализовывает намеченные планы? Прежде всего, нужно отметить, что наша сфера культуры, Карачаева Черкесия, накопив за десятилетия, за сотни лет нашей истории великое наследие во всех направлениях искусства, культуры, она даже в условиях пандемии, конечно, не замирает и не умирает. Все-таки жизнь продолжается. Мы не можем, к сожалению, демонстрировать это, потому что до недавних пор были запрещены массовые мероприятия. Я сегодня могу сообщить, что мероприятия, культурные концерты, выступления, посещения музеев, которые проходят сейчас под гидрой Министерства культуры, организованные органами госвласти, а это означает, что мы можем контролировать проведение этих мероприятий, можем гарантировать, что там соблюдаются меры ограничений, что люди на входе проверяют температуру, что обрабатываются руки, что в зале люди в маске и соблюдение социальной дистанции. Вот при соблюдении всех этих условий мы сейчас начинаем уже возвращаться к нормальной культурной жизни. Первым это сделал действительно музей, который еще в декабре подготовил и торжественно презентовал уникальную выставку, которую мы готовили специально к столетию республики. Как известно, в 1922 году Карчао-Черкесия отмечает 100-летие своей государственности, и вот в этих стенах можно увидеть историю Карчао-Черкесии, объекты, которые раньше никогда не выставлялись, это новая выставка. Проектов, которые мы запускаем с музеем, множество. Руководство музея активно работает, и я очень рад, что у нас, несмотря на все трудности, есть команда, которая готова внедрять новые технологии, по-новому смотреть на музейную жизнь, которые сами хотят видеть музей живым, так же, как и остальное направление культуры. Если же говорить в целом, как наша отрасль пережила этот непростой год, он для нас еще не закончен, мы отмеряем этот год с дня начала пандемии, с дня начала гранчин, то есть с марта. Конечно, для артиста, которому нужно видеть своего зрителя, который выступает перед аудиторией, у которой горят глаза, которая своей энергией наполняет этого артиста жизнью, конечно, работать даже на камеру в пустом зале, где нет зрителя, несколько сотрудников технических, снимая для того, чтобы показать их творчество онлайн, это, конечно, большой вызов, это, конечно, большая сложность. Но я здесь хочу отметить дружную, слаженную работу наших театров. Очень много, для одного года, это весьма много новых спектаклей смогли показать наши театры. Практически все они разработали новые постановки, и уже, наверное, со следующей недели мы начнем их показывать у нас в Республике. В Республике Гостров строит проблемы театра, точнее, его строительство и реконструкции. По понятным сейчас причинам театр не функционирует уже долгое время. И, знаете, даже в Республике очень многие люди говорят, что театр потеряет свое место и будет возведен вновь, вот, практически на этом месте, на месте музея и филармонии. Что вы можете сказать нашим зрителям? Действительно, наш Республиканский драматический театр, его здание, это главная объект культуры, потому что это была главная концертная площадка для столицы Республики и дом для наших пяти театров. Действительно, объект важнейший, и он и составляет, наверное, лицо города во многом, потому что это самый центр, мы все его любим. Мое детство прошло там, поэтому для меня, естественно, это вопрос первостепенной важности, как и для руководства Республики в сфере культуры. Ситуация здесь следующая. Здесь надо развеять слухи, спекуляции и официальную позицию нашему, которую озвучить сейчас. Как известно, театр здания строился в 70-е годы по проекту, который изначально был предусмотрен для климатического региона субтропиков. То есть первый такой проект был построен в Грузии, совсем в другом климате. К сожалению, архитекторы-строители просчитались, когда здесь у нас, в Черкесии, бывали холодные зимы, жаркие лета, перепад температур весьма серьезный, здание не справилось с такой нагрузкой. Это ошибка архитекторов, которые, к сожалению, сейчас уже ничего не могут с этим поделать. И во избежание разрушений, которые могли бы привести к человеческим жертвам, здание по решению прокуратуры было закрыто, законсервировано, и в нем нельзя проводить деятельность. При этом отмечу, что театр свою деятельность не прекратили. Каждый из них нашел свой дом. Кто-то в районах, кто-то в городе, в помещениях офисных арендует. Для себя площадь, а свою работу показывают на разных площадках, в том числе и многострольных. Если же говорить о будущем, как мы будем с этой ситуацией справляться, здесь нужно понимать следующее. Только на разработку нового проекта, архитектурного проекта, так называемой проектно-сметной документации, нам нужно не один десяток миллионов рублей, поскольку здесь речь не идет о том, чтобы просто залатать какую-то трещину или просто сделать косметический ремонт. Стание драмтеатра должно не только восстановить свою предыдущую аукциональность, а вы помните, что это зал на почти 800 мест, но не более того. Это помещение для хранения инвентаря, для работы театров, но как площадка это только один большой зал. Конечно, наши потребности у Республики на сегодняшний день даже восстановление театра в предыдущей форме не отвечает. Нам нужно, чтобы у нас в Республике были универсальные площадки. Для нас нужно, чтобы был малый зал, надо, чтобы отдельные были репетиционные базы не только для театра, но и для молодежных проектов различных. И мы сейчас предполагаем совместно с Министерством строительства разрабатываем проект, который превратит драмтеатр после реконструкции в культурный центр, в котором основным центром останется это здание, которое мы приведем в порядок, и главная площадка так и будет театральная, чтобы мы могли делать академического уровня выступления. Но мы планируем, конечно, с архитекторами и с деятелем культуры мы будем в общественной группе обсуждать это, каким должен стать театр. Но мы планируем достраивать туда еще дополнительные крылья, если так можно сказать. И есть идея, чтобы позади, там, где позволяет пространство, мы тоже сделали дополнительный корпус, который мог стать универсальной площадкой, где можно было бы проводить и форумные мероприятия, и концерты для наших приезжающих артистов российского уровня, где был бы танцпол, где были бы сидения, которые можно убирать. То есть такой площадки в Карачао-Черкесии сейчас нет, и у нас есть возможность разрабатывать такой проект. И очень важно понимать, что Российская Федерация, государство, зная, что в регионах нужно развивать культуру, выделило нам средства на разработку проекта. То есть сейчас мы получили финансирование на то, чтобы такой проект разрабатывать. Этот проект мы будем совместно со всеми заинтересованными лицами и разрабатывать в течение года. Затем он должен пройти экспертизу. Это займет тоже не один месяц. И предварительно по планам Федерального министерства экономического развития, которое занимается инвестиционной программой в регионы, в 2023-2024 годы спланировано начало строительства. Надо отметить вклад главы республики, личный вклад, который в Москве на федеральном уровне с профильным заместителем министра культуры, других ответственных учреждений, которые отвечают за это, лично прорабатывают вопросы. Первый шаг у нас уже есть. Такой же вопрос стоит у нас с нашим историческим кварталом в центре, где находится филармония, где находится это здание музея. Здесь ситуация сложнее. Очень старые здания, начало 20 века, некоторые датируются к концу, середины 19 века. И для того, чтобы здесь сделать комплексный проект, нам нужно по такому же пути идти, но здесь, к сожалению, пока мы поддержку федерального центра на разработку архитектурного проекта не получили. Поэтому мы продолжаем эти деньги защищать, добиваться, чтобы они республике были даны. Но в нашей концепции это должен быть культурный квартал, культурный центр, где будет филармония в современном виде, отвечать самым высоким стандартам. И, повторюсь, это должны быть многофункциональные площадки. В последние годы в республике стало открываться множество ДК с концертными залами, библиотеками, кружками. Теперь у детей появилась возможность посещать различные секции, даже и кружки, в том числе пение, танцев. Но миссия Министерства культуры, наверное, еще и в том, чтобы и поддерживать таланты молодые, и вместе с тем помогать им. Но для этого нужны кадры в первую очередь. Так как у вас обстоит дело с кадрами, и дается ли вам полный мир запускать работу ДК? Вопрос кадров – это принципиальный вопрос для любой сферы. Нет людей, нет сотрудников, которые могут что-то создавать, нет тех, кто может менять мир вокруг себя. Нам очень много нужно изменить, очень много нужно улучшать. Культура – это сфера, в которой людей нужно выращивать десятилетиями даже. Это система, которая с детских лет должна человека в себя взять, с детской школы искусств, потом вывести его в средне-специальное учебное заведение, потом отправить учиться куда-то в другой регион, потому что у нас нет своих культурных высших учебных заведений. И во многом эта система сейчас, к сожалению, дает сбой. И здесь ключевое звено, которое будет самая сложная часть, я считаю, на сегодняшний момент – это наш колледж. Потому что, к сожалению, за последние годы привлекательность обучения у нас в колледже существенно снизилась. Очень многие ребята, даже которые хотят быть артистами, изучать инструменты, актерское мастерство, они не воспринимали долгие годы колледж как место, где можно всерьез учиться чему-то. Это способствовало и плохое состояние самого здания, прежде всего, потому что были большие проблемы. Но я могу сказать, что, опять же, с помощью государственного финансирования в рамках мероприятий к столетию нам федеральный центр выделил деньги, которые в 2020 году мы в частях направили на то, чтобы здание привести в порядок, чтобы оно имело достойный вид. В 2021 году мы начнем работать внутри. К сожалению, бюджета не хватает, чтобы все закрыть сразу задачи, и нам придется здесь где-то искать компромисс. Но мы себе поставили принципиальную задачу, что колледж должен быть ядром, как раз сердцем именно культурного образования. Потому что, если мы не будем здесь готовить профессионалов, они будут уезжать учиться, молодые ребята куда-то в Россию, и зачастую оставаться там. Потому что по понятным причинам, финансовым прежде всего, и возможностям самореализации, не каждый человек из условно Москвы или Санкт-Петербурга вернется в маленький регион. Это не проблема корчащих, это проблема в целом урбанизации нашей страны. И здесь, конечно, мы хотели бы специалистов воспитывать здесь, чтобы они находили себя как можно быстрее. И колледж, конечно, должен быть ядром. Но колледж это такая середина пирамиды. Под ней находится детский школа искусств, музыкальная школа, которая сейчас есть в каждом райцентре. В кружке, о которых вы говорили, в домах культуры, это тоже часть этой системы. Система тоже работает не идеально, потому что низкие заработные платы сотрудников, они у нас привязаны к средним зарплатам в республике, мы не можем, условно говоря, сделать в сфере культуры зарплаты больше, чем в сфере медицины, например. Это невозможно, потому что это все единая тарифная сетка и так далее. И, соответственно, мы сейчас ищем способы, как культуру сделать самодостаточной, самозарабатывающей, потому что, в принципе, потенциал для этого есть. Если артист создает какой-то продукт, который нравится его аудитории, она с удовольствием придет и проголосует рубль, он заплатит, купит билет, расскажет еще друзьям, и все будут друг другу советовать сходить на этот спектакль, а там такой замечательный концерт, а в музее такая выставка. И если мы говорим про дома культуры в районах, то ровно такую модель мы сейчас разрабатываем, чтобы они частично финансировались государством, но чтобы там молодые, живые специалисты, которые хотят что-то создавать, хотят учить, имели возможность на этом зарабатывать. Наша задача им помогать, помогать им обучаться, ну и весь ресурс, который у нас есть, предоставлять. В ближайшие годы в нашей республике появится несколько передвижных концертных залов. Вот по вашему мнению, насколько они тут актуальны, учитывая, что в нашем регионе очень много действующих домов культуры. Главная цель таких мобильных концертных залов в том, чтобы они приезжали туда, где нет инфраструктуры. У нас, к сожалению, есть и будут, наверное, всегда такие населенные пункты, в которых дом культуры строить сейчас уже нецелесообразно. Мы знаем, что село в целом как бы оно вымирает, люди переезжают в города, и не каждый населенный пункт мы можем сейчас обеспечить, дом культуры построить его. И даже смысла в этом нет в каждом. Но если у нас есть, допустим, повод важный для населенного пункта, будь то памятная дата самого населенного пункта или государственный праздник, если мы знаем, что аудитория там хочет и нужный культурный продукт, как раз такая мобильная сцена, мобильный концертный зал приедет, развернется, и даже, на самом деле, в чистом поле, если мы проводим, например, фестиваль, условно говоря, национальных видов спорта где-то там в поле, и у нас такие планы тоже есть, как раз такой инструмент поможет буквально за считанные минуты развернуться и дать программу там, где это нужно. Таких площадок у нас в республике много, именно поэтому у нас есть задача их приобрести, для того, чтобы покрыть всю территорию, чтобы не было больше ситуаций, чтобы в какой-то населенный пункт годами не приезжали артисты, что люди там живут, отрезанные от мира. Главная цель это. Ну, конечно, это, скажем так, разовые события мероприятия будут, а выстраивать нужно системную работу. И мы думаем, что в тех населенных пунктах, где нет домов культуры, ну, практически везде у нас есть школа, значит, школа должна стать культурным центром, значит, мы будем вместе с Министерством образования здесь прорабатывать возможность дополнительного образования для детей, прежде всего, чтобы в любом месте, где живут дети, у них была возможность развиваться культурно. Конечно, это во многом новый шаг, и такие вещи, они новые, но мы не боимся делать новые вещи. Вот я могу порадовать наших вокалистов в нашей республике, которые записывают музыку, которые поют. Те из них, кто являются нашими партнерами, работают в государственных учреждениях, в муниципальных, в скором времени, наверное, уже к концу первого квартала, смогут воспользоваться возможностями нашей самой современной звукозаписывающей студии. Мы в Черкесске на базе Республиканского центра народной культуры сейчас уже приступили к сборке этой студии. Это для Северного Кавказа будет один из лучших объектов. Это, по сути, комната в комнате для того, чтобы звукоизоляция была. Ни на одну сотню тысячи рублей приобретено звуковое оборудование. Помещение позволит записать там целый ансамбль или хор большой. Все это делается для того, чтобы мы именно технологию создания музыки, качественной музыки здесь вывели на новый уровень и не зависели здесь от других регионов. Потому что сейчас даже наши успешные артисты, они зачастую выезжают из Ставропольский край, в Краснодарский край, и там за весьма большие деньги, там несколько десятков тысяч рублей, записывают себе фонограмм, записывают свои песни. И эта студия заработает в ближайшее время, а уже на ней мы начнем производить продукт, который будет на слуху у всех, будет у каждого в телефоне, будет залетать в интернет. Это современные реалии, и мы понимаем, что это работает ровно таким образом. Поэтому здесь таких проектов очень много, и я рад, что есть возможность с нашим любимым телеканалом рассказывать нашей аудитории про развитие культуры. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Бедские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Уважаемые налогоплательщики. Информируем вас о проведении Федеральной налоговой службы отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаева-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru Исполнилось 102 года со дня принятия директивы о расказачивании. Во многих районах республики прошли памятные мероприятия, посвященные политическим репрессиям казачества. Ольга Савенко подробнее. В сводке убитых и репрессированных это не просто статистика. Это запечатленные в цифрах трагические судьбы. Например, потомственного казака Игоря Дедименко. В детстве ему практически ничего не рассказывали о том, что он был из знатной казачьей семьи, как расстреляли обоих его прадедов. Только повзрослев, он понял, почему. Бабушкин отец, Кривобоков Василий Матвеевич, был репрессирован и отсидел долгое время в лагере. И за что, не могу сказать, потому что сколько не расспрашивал родных, близких тоже потом. Ну, там знали за что. То есть, ну, как-то не принято в семьях у нас говорить о том, что все прекрасно понимали, за что это происходило. В 90-е, когда казачество возрождалось, оказалось, таких как он, тысячи. В семье Григоровых были и репрессированы, и расстреляны. За то, что были казаками, и советскую власть не очень-то жаловали. Прадеда Александра арестовали без объяснения причин и заключили под стражу. Больше родные его не видели. На месте поселка Юбилинова была тюрьма. И по рассказам своей мамы, вот это я точно знаю, что мама пошла утром, понесла с бабушкой, с прабабушкой, понесли кушать. Ну, прадеду. И в этот, ну, в общем, утром они пришли, уже никого не было. Всех буквально за ночь вывезли. И по сей день, как бы, архивы закрыты, никто ничего не знает, куда это вывезли, куда их вывезли, как и что. Расстрелы, зверские казни, массовая высылка в Сибирь, где казачьи семьи, лишенные имущества, бросали на произвол судьбы. За четыре года на Кубани было репрессировано более миллиона казаков. Вот что принесла новая власть тем, кто верой и правдой служил России. Виднее всего, что это были люди просто трудолюбивые, свободолюбивые. Своим трудом собрали крепкое хозяйство, поддерживали его. И именно они стали неугодны властям. Уж то, что работать казаки и умели, и любили. По сути, они вели крестьянский образ жизни, но крестьянами все-таки не были. Казаки были настоящими солдатами, привыкшими воевать. С трех лет казак сидел в седле, по мере взросления, отрабатывая искусство владения шашкой и огнестрельным оружием. Недовольные политикой революционного правительства, казаки, конечно же, были реальной силой и реальной угрозой новой власти. У жены прадед, тоже житель города Черкеска, он был лишен избирательных прав. Был лишен избирательных прав за то, что использовал труд наемных рабочих на своем заводике. А наемные рабочие – это члены его семьи. То есть в тех документах, которые мы смогли найти, прям так и написано было. Использовал наемный труд членов своей семьи в количестве 11 человек. Репрессии против казачества были задуманы революционерами задолго до 1917 года. Верность присяге, свободолюбие, самодостаточность и независимость казаков неизбежно делали их врагами большевиков. В борьбе с казаками они использовали все средства красного террора. Массовое взятие заложников, расстрелы. Как массовые, так и профилактические. Через 5 или 10 человек. Баталпашинский отдел пострадал практически на 100%. Или выселили, или расстреляли, и расстреливали. Причем не просто, но и малых, и женщин, и детей, и стариков. Всех неудобных. Или высылали в Сибирь. Причем в лютый мороз это было все сделано. Сажали в чем есть, на телеге и увозили. Представьте себе, как наши предки, какие понесли лишения. Мы должны об этом помнить. Директива Свердлова положила начало истреблению казаков. Именно они стали первыми, кто попал в жернова механизма репрессии. Вслед за казаками, бесчинство по отношению ко многим народам, объявленным вне закона, затянулись на десятилетия. Безжалостно лишили жизни и сломали судьбы миллионов людей, самых разных национальностей и вероисповедания. На сегодняшний момент нет людей, которые бы все это видели. Но и документальные сводки, и исторические документы рассказывают о тех страшных днях, которые пережили наши казаки. В минувшие выходные во всех уголках Карачевой Черкесии прошли траурные мероприятия, посвященные дню репрессий против казачества. Прошли они в храме Покрова Богородицы Черкеска. Почти в память тех, кто всегда жил по закону, честь, вера и родина для казака дороже жизни, казаки возложили венки и живые цветы к поклонному кресту, на котором написано «Казакам и членам их семей, безвинно убиены в 20-30-е годы». Светлая им память. Ольга Савенко, Роберт Жигутанов, Вести Карачева, Черкесия. Возможность пройти через контрольно-пропускной пункт, приоткрыть занавесы уже не из сериалов, а наяву узнать, как работают сотрудники полиции отдела МВД России по городу Черкесску. В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» будущие юристы двух вузов нашей республики под руководством полковника внутренней службы Османа Кубанова провели один день в городском отделе. Они побывали в сердце отдела дежурной части и ознакомились с техническим оснащением патрульных машин ГИБДД и не только. Подробнее наш корреспондент Александр Коваленко. Ежедневно через этот контрольно-пропускной пункт проходят сотрудники полиции на свои рабочие места. А сегодня, предоставив документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в гости на экскурсию в городской отдел спешат студенты. Будущих юристов встречает подполковник внутренней службы Осман Кубанов. Заместитель начальника отдела МВД России по городу Черкесску провел с ребятами ознакомительную беседу. Рассказал о контрольно-пропускном режиме, как сотрудники работают с гражданами, обратившимися за помощью. Оказавшись уже на территории городского отдела, студенты возложили цветы к памятнику сотрудникам отдела, погибшим при исполнении служебного долга. Минутой молчания почтили память героев. Ну а далее студентов ознакомили с техническим оснащением патрульной автомашины ГИБДД. Помимо аптечки, огнетушителя, которые должны быть в каждом авто, здесь имеются дополнительные приборы, такие как видеорегистратор, многофункциональное устройство Паркрайп, система мобильный инспектор. Также автомобили оснащены ноутбуком с модемом, благодаря которому можно определить все данные правонарушителя. Подполковник полиции продемонстрировал прибор Тоникс, который позволяет разрешить спор между водителем и гаишником за считанные секунды, определив свето-пропускную способность стекол на табло прибора. Наверное, многим знаком прибор. Прибор называется Тоник. Для измерения свето-пропускаемости стекол. Продолжая экскурсию, Осман Кубанов показал студентам, где проходит развод служб, которые заступают на дежурство, и где проходит огневая подготовка сотрудников полиции. Стрельбы проводятся не реже двух раз в месяц, где основным оружием является пистолет Макарова, рассказывают сотрудники полиции. Занятия в спорт- и тренажерном залах позволяют полицейским быть в отличной физической форме. А это сердце городского отдела, дежурная часть. Здесь ведется непрерывная, круглосуточная работа. И весь Черкес как на ладони. И все благодаря камерам видеонаблюдения. Посетили будущие юристы помещения для задержанных лиц. Подобную картинку раньше можно было наблюдать только лишь по ту сторону экрана. Неподдельный интерес у студентов вызвала автоматическая дактилоскопическая информационная система «Папилон». На себе ребята испытали, как она работает. Оснований много может быть. Человек, если доставляется, задерживается, то же автоматически заносится в эту базу. Может кто-то подойти, если хочет? Пойдет. Четыре пальца правой руки. Большой пальчик чуть-чуть в сторону. Сюда прикладывается. Все, можете поднимать. И все, пошла обработка изображения. Вот он сканирует вас. Вас в базе нет. Мы можем даже установить личность человека по данной базе. То есть он выйдет полностью его данные, за что он привлекался. Как распознаются следы объекта, который оставил преступник? Ознакомились студенты и с непосредственными озами работы сотрудников полиции, экспертно-криминалистического отдела, проводимых на месте происшествия. Поступает вызов по телефону или человек обращается сюда напрямую, выезжает следственно-оперативная группа. В составе следователь, оперативный сотрудник, эксперт, участковый. И начинает работу на месте происшествия. Естественно, каждое место происшествия, оно отличается от себя каждый день. Не разное. Поэтому приходится, ну, скажем так, индивидуально подходить к каждому месту происшествия. Побывали студенты и взрывотехнической лаборатории, где исследуют взрывные устройства, доставленные сюда с места происшествия. Здесь, в области баллистики, решается вопрос о пригодности патронов к стрельбе. К какой категории они относятся и не только. Багаж знаний в условиях акции «Студенческий десант» значительно пополнился сегодня. Приберегли ребята и вопросы для начальника отдела МВД России по черкесску Александра Козуба, который смогли задать лично. Какие отделы сосредоточены в данной части города? Ведь существует еще и отдел МВД, который находится в городе. Помимо тех подразделений, которые есть у нас в МВД, есть подразделения следственного управления, есть подразделения наркоконтроля, есть спецназ наркоконтроля, есть управление ГАИ, то есть есть управление уголовного розыска, есть отдельные структурные подразделения, в которые входят в том числе подразделения МВД города Черкеска. Мы являемся территориальным органом внутренних дел на территории города Черкеска и обслуживаем только территорию города Черкеска. МВД – это центральный наш орган, которому подчинены районные отделы внутренних дел на территории республики. Акция «Студенческий десант» проходит уже в седьмой раз и позволяет студентам изучить специфику и нюансы службы, а также получить достоверную информацию о работе отдельных подразделений полиции. Возможно, после ознакомления с работой подразделений городского отдела МВД у студентов после окончания вуза возникнет желание поступить на службу в органы полиции. Очень бы хотелось, чтобы вы на примерах работы подразделений убедились, насколько эта работа ответственна. Иногда она связана с риском для жизни. Она бывает иногда очень тяжела. И люди, которые работают здесь, вкладывают душу и сердце для того, чтобы на улицах нашего города был мир, спокойствие и порядок. Это очень серьезная задача, требующая для себя подготовленных, квалифицированных кадров, мотивированных людей, мотивированных сотрудников, которые душой и сердцем переживали за ответственный участок работы, за свое дело. Потому что от работы этих людей зависит мир, состояние, покой жителей республики. Познавательная беседа завершилась увлекательной игрой в пейнтбол. Александр Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается до 40% на все. Куртка в подарок. Бедские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Уважаемые налогоплательщики. Информируем вас о проведении Федеральной налоговой службы отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаева-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.налог.ру